Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашей российской сборной. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на матче против Мальты, где наша команда добилась победы со счетом 2-0, но, к сожалению, упустила первую строчку в нашей группе. Хорваты смогли нас опередить, хотя здесь хотелось бы отметить, в самой-самой концовке встречи с Мальтой мы забили все-таки третий мяч, который по ошибке, как видимо, арбитра не был засчитан. Если бы его все-таки засчитали, тогда бы на первом месте остались мы, а так пустили вперед хорватов. Печально, ничего не скажешь. Ну и на фоне всего этого мне стало интересно, что думают мальтийские фанаты касательно данной игры, как они отреагировали на победу сборной России и на поражение своей команды. Я зашел на официальный Facebook, Twitter и прочие аккаунты мальтийской сборной и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Сперва мне хотелось бы рассказать о спонсоре данного выпуска. Это каперское бюро BestCapper. Футбольные прогнозы от опытных аналитиков. Опыт в ставках с 1999 года. Ну и постоянным клиентам оплата после выигрышей BestCapper. Проходите по ссылке в описании. Знакомьтесь! Кристиан Замит написал, по-моему, мы играли не хуже русских. И это на выезде в холодной Москве. Наша сборная становится все сильнее и сильнее. А русские уже не те, что были в 2018 году. Ну, касательно 2018-го не поспоришь. Много футболистов закончили карьеру, многие травмированы. Поэтому, да, нынешняя сборная уже не та, что была 3 года назад в 1-4 финала чемпионата мира. Поэтому многие болельщики, которые сравнивают нынешнюю команду и ту, ну, они не совсем правы в этой ситуации. Потому что все-таки составы разные, многие футболисты постарели и так далее. Поэтому сейчас, на мой взгляд, сборная находится в процессе перестройки и наивно требовать от нее какой-то феорической игры. Пока что набираем очки, боимся за выход на мундиаль. По-моему, это самое главное. Серхи Лито написал. Мы сами виноваты, что проиграли. Русские ничего не показали. А мы сами подарили им два забитых мяча. Ну, первый гол это чисто подарок мальтийцев. Тут по его с по-другому и не скажешь. Ну, а второй гол тут было пенальти. Джереми Азапарди написал. Нужно было реализовывать свои моменты. В первом тайме мы могли забить трижды, но упустили шансы. А гол в свои ворота устроили сами себе. Ну, я немножко не понял, где там было три момента. Два эпизода было таких перспективных, а где третий момент мальтийцев в первом тайме? Не вспомню. Джозеф Бусутиль написал. В целом, мы показали себя отлично в сентябре, но могли набрать больше очков. Жалко, что со Словенией и Россией мы не реализовали свои моменты. Мы не заслуживали двух поражений. Ну что ж, вот такое вот мнение мальтийцев. Ну, имеют право, потому что на самом деле и с Россией, и со Словенией они, в принципе, показали неплохую игру. Диан Стилл. Было ощущение, будто команды проводили товарищескую встречу. Видимо, три матча подряд стали тяжелым испытанием для команд. Ну, возможно, потому что и мальтийцы, и наши выглядели как-то пассивно в этой встрече, и только эпизодами включали хорошие скорости. Мигель Чапара. Россия играла даже хуже Кипра. Унылая команда, которая не умеет играть в атаке. Просто поразительно, что мы и проиграли. Ну, здесь на самом деле российская команда действительно заслуживает определенной критики за зрелищность, за ту игру в атаке, которую мы показали. Но, на мой взгляд, все-таки есть и объективные причины этих проблем. Отсутствие Головина, Марио Фернандеса, чьи подключения вперед очень важны. Ну и то, что, в принципе, наша сборная после чемпионата Европы фактически является такой разваленной. Команда, исчерпавшей свой потенциал, которую нужно перестраивать. Александр Велла написал, в отличие от молодежной сборной, наша основная команда показала достойный футбол с русскими. Ну, разумеется, учитывая то, что молодежная сборная Мальты проиграла сегодня российский 6-0. Тут, понятное дело, что старшая команда сыграла поинтереснее. Ну и Федоро Качья написал, у меня было ощущение, будто наши игроки сдали матч. Наши футболисты создали у своих ворот больше опасных моментов, чем соперник. Порой казалось, что мы пытаемся забить в свои ворота. Ну, количество ошибок у мальтийцев действительно зашкаливало. И хотелось бы отметить, что они были близки несколько раз к автоголу. Поэтому, знаете, зрительно, конечно, казалось, будто мальтийцы вообще в свои ворота пытаются закатить снаряд. Но это связано не с тем, что они сдавали матч, а с тем, что просто сборная сама по себе у них достаточно слабая. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.